Сразу несколько американских штатов пытаются ослабить ограничения на использование детского труда. По данным правозащитников, число несовершеннолетних, работающих в США в нарушении закона о детском труде, за последние 8 лет выросло почти в 4 раза. Одной из главных причин проблемы эксперты видят в миграционном кризисе. Только за последние два года в Штаты прибыло больше четверти миллиона детей и мигрантов без сопровождения взрослых. В США растет количество детей, занятых на опасных работах в нарушении законов о детском труде. По данным Министерства труда страны, за последние 5 лет число нарушений в этой сфере выросло на 70% с 2018 года. По словам правозащитников, ситуация может ухудшиться, поскольку только в этом году сразу несколько штатов попытались ослабить ограничения на использование детского труда на законодательном уровне. Причем наиболее уязвимы среди несовершеннолетних – дети-мигранты. Мы наблюдаем большой наплыв несовершеннолетних мигрантов за последние 4 года. Эти дети отчаянно нуждаются в заработке. Кроме того, они должны платить услуги проводников, которые помогли им перебраться за границу. Поэтому дети идут в опасные для них места и берутся за любую работу. По данным Института экономической политики, за последние два года 11 штатов рассмотрели законопроекты об ослаблении ограничений на использование детского труда. В этом году было внесено 8 законопроектов. В Миннесоте теперь разрешено детям работать на строительных площадках. В Агайо дети с 14 лет могут теперь ежедневно работать до 9 вечера. А в Висконсине с 14 лет можно продавать алкоголь в ресторанах. Мой сын был моей опорой. Он стал жертвой непосильного труда и тяжелых условий работодателей. Если я смогу спасти хотя бы одного ребенка от этого, то можно считать, что мы сделали свою работу. Между тем, число несовершеннолетних, незаконно вовлеченных в трудовую деятельность за последние 7 лет, выросло почти в 4 раза. С тысячи случаев до почти 4. Василия Абдукалыкова, Хабар, 24.